Привет, народ! Хроники Свобода для Вольфенштайна вышли! Я буду рад, если вы поставите, ну, палец вверх к этому видео, если мы наберём 300, будет вообще хорошо, подписывайтесь. И Хроники Свобода, давайте приступим. Мы играем в этих хрониках за темнокожего брата, скажем так, за бразера, темнокожего бразера. Выпуск первый в плену. Интересно, это выпуск первый, это как бы из вообще всех дополнений, или это его выпуск первый, у него будет ещё два? Вот здесь, это типа его главы. Ладно, неважно. В общем, ребята, это доп-герой, и я решил, что приключения Ганслингера Джо, это немножко скучное название. Давайте придумаем новое, типа приключения африканского воина, темнокожий солдат, американский тёмный дом. Ну, в общем, вы сами можете придумать в комментариях. Да, я готов. Начинаю. Перед вами Джо Сталлион. Это я. Это он. Начинающий квотербэк спринфилдских фениксов. Когда-то я был воплощением американской мечты. А теперь я раб Рейха. Это был финал долгого тяжёлого сезона. Я и мои товарищи из команды Унтерменшей вышли на матч Уберкубка против элитной команды арийских звёзд. Сценарий был чётко прописан. Не забивать голов, поддаваться. Выставить Рейх в лучшем свете. Или так, или... Отправляйся вкалывать в угольной шахте Хилсборо, пока не сдохнешь. Что-то не погожено футболу. Поэтому мы играли. Только это была уже не игра, а театр марионеток. А мне надоело быть марионеткой. И тогда я пнул мяч изо всех сил. Арестовать его! Заслать его на угольную шахту! Это оберкомендант Родерек Меце. Я много о нём слышал. Ещё когда он был зубным врачом. От тех историй волосы дыбом вставали. Стоп! Он ещё пригодится Рейху. Ну не весь, а по частям. Ха-ха-ха! Хватит! Доставьте его на научную базу Омега. Да игрался, футболюга! Теряя сознание, я услышал, как нарастает недовольство толпы. Но я думал только о лице Меце. Почему оно такое знакомое? Похоже на лицо Кайло Рена? Эй, ты! Эй, да, я... Да нет, живой, живой. Э-э, чёрт! Ладно, что может... Да я живой, ща встану, подожди. Дай полежать, а в школу идти не хочу. А, чёрт, мне 22 года, и уже в школу не надо. Всё, всё, я... Тут-то, господи, что за антисанитария? Я думал, в рейхе чистота была. Я ещё жив. Чувак, пойди сюда. Да, да. Эй, ты стрелок Джо? Мужик, клёво ты бросал мяч. Меня, кстати, Эриком звать. Я слышал о последней игре. Оберкомендант Меце здорово на тебя разозлился. А, я-я-я. Слушай, он порежет тебя на куски и... Да заткнись там. Приди и заткни меня. Слушай, мужик, в Америке начинается революция. Вступай в сопротивление, Джо. Помоги мне свалить отсюда, и мы с тобой пойдём на верхний этаж отеля Оукстрит. Там повстанцы. Мы тебя спрячем. Что скажешь, друг? Ну, всё. Запомни, друг, как ты... Чрезмерная грубость. Джо много лет играл в американский футбол, поэтому... Футболюга. Мышцам не устоять перед силой великого рейха. Ха. Я, пожалуй, покушаю супчик. Не достанешь такой же жалкой кучей дерьма. Астральная лента. Интересно. Чувак. Псс. Пойди сюда. Ты не уходишь? Ты ждёшь? Ты не достоин моего геройства. Ты не достоин. Я сейчас буду в стену смотреть. Всё, я в угол встал. Ты меня задолбал. Ты не достоин. Так, всё, ладно. Мясо. Я решил выполнить последнюю просьбу Эрика. Я должен был выбраться и найти повстанцев в отеле Оукстрит. Я понял, что нужно играть в поясе. Жёстче. Жёстко. Нужно играть жёстко. И по нему нельзя выстрелить, кстати. Он похож на Джо Барбара из Мафии 2. И в конце 3К выходит жирный водитель. Ты такой понимаешь, что это Джо. Я ждал это DLC, ребята. Кстати, DLC по Resident Evil 7. Вот Игнис Final Fantasy 15, который недавно был на канале. Звёздный. Его мне очень понравилось. Мы же спятались здесь за каждым углом. Я хотел сбежать поскорее, чтобы не повторить судьбу остальных. Они очень классные. Посмотрите их. Я оставлю ссылку на DLC по Final Fantasy в описании. Обязательно его посмотрите. Он очень классный. Я сам охренел. От просто огромной работы проделанной над этим DLC. День первый. Не знаю, зачем меня сюда притащили. Мне сказать, что для опытов. И что я подаю большие надежды. Нас троих забрали прямо с тренировки. Может, нас хотят отправить на летние игры? Было бы здорово. Летние олимпийские игры? С кем? С другими немцами? Я прыг к тому, что меня удерживают нацисты. Но это уже дуртом. Они приходят, берут кровь на анализ и уходят. Я спрошу, какая нас отправят на тренировки? Но они молчат. Иногда до меня носятся крики. Не знаю, что это. День шестой. Всё по-прежнему. Молчание и крики. Они наконец-то сказали мне, что завтра состоится финальный отбор. Интересно, выпустит ли ты меня на поле? Но, учитывая твое состояние, брат мой, видимо, финальный отбор ты не прошёл. Да, ну ты жарноват. Коя, посмотрите на эту пузу. Моя кота такое. Ой, я случайно тебя убил, извини. Ну, что-то можно сказать. Да. Игра до сих пор ужасно записывается. Я думал, вы слышали про то, что... Да, я слушаю. Блок 101. Доставьте мне заключённого. Номер 398. Джозеф Сталин. Это я. Приведите его в лабораторию 8С. В идеальном состоянии. Аж в идеальном. Что же. Раз я встал с кушетки, знаете, что я тебе скажу, Меца? Я приду сам. У меня ноги ещё цели. Здорово. Hi, boys. Тут ничего нет интересного. Понял. Ребята, здравствуйте. Это бы зря. До свидания. Боюсь, сука. Будешь двух сторон ведь скрыть, да? Двигаемся. Меня часто ругают за плохую стрельбу. Сейчас я вам покажу хорошую. Показал? Нормально. Там, по-моему, за окном, да? Ты в ловушке. Бросай оружие и сдавайся. Я в ловушке? Кто тут в ловушке ещё? Это ты в ловушке. Ты заперз с гориллой. Ты заперз с грёбаным Кинг-Конгом. Который стены пробивает. И мы контролируем все замки. Тебя не уйти. Ага. Так, тут нигде. Нужно туда попасть. Да без проблем. Я просто хочу подобрать максим снаряди. Ну да ты шашляху, блядь. Что, пожалуйста, чисто? Я не ожидал такого сюрприза. Ансерва. Я понимаю, это твоя работа, да? Мы же в Америке. Он сказал, что однажды мне это пригодится. Как я был прав. Мы же в Америке. Тут, как бы, оружие, стрельба, это норма. Вообще, знаете, мне кажется, прикольно иметь оружие дома. Но я имею в виду, легально, как в Америке. Как вы считаете, это классно? По-моему, да. Представь, что на твой дом напали. Всё, у тебя есть оружие, ты можешь отбиться. Ну, у преступников, по-моему, скорее всего, тоже будет, но... Внимание заключённых. Да. Отбой 18.00. Никаких исключений. Нарушители будут наказаны. Чё, у меня нет тихого оружия. Я бы офицеров хотел вначале снять, потому что именно они могут призывать новые отряды арийских воинов. Мы этого не хотим, поэтому... Так, ладно, улыбаемся. И стелс. Просто этот парень, он не такой сильный, как Бласковец. Я это уже проверял. Когда я играл ещё в демку этих Хроник, которая выходила через неделю после выхода игры, 7 ноября. И, знаете, там они были постоит. Но вообще-то классно. Дополнения сейчас к играм стали чуть ли не лучше самих игр. Я считаю, разработчики правильно поступают. Скажем так, следуя опыту Ведьмака, что действительно нужно стараться работать над дополнениями. Что как бы ты выпустил игру, но это не конец. После выхода игры работа над ней не заканчивается. И вот DLC Ignis для Final Fantasy, оно магическое, оно классное. Я вообще удивился, что... Завтрак 8.00. Приём пищи обязателен. Нарушители стандартов питания будут наказаны. Чё-то как в детстве. Знаешь, что типа мама принесла еду, ты не поел, ты будешь наказан. Стандарты питания. У меня в детстве они были. Знаете, как мама, когда ты не хочешь есть, говорит, я греть не буду. А у меня будут дети, они могут, смогут есть или не есть по своему желанию. То есть, если они не хотят есть, даже два дня я не буду их кормить. Будут говорить, ладно, не хочешь есть, не надо. Твоё дело, чувак. Ты не хочешь есть, твоя проблема. Что-то вот убили, что ли? Пока он ещё не призвал. Постой, где он? Это не он, а ты иметься? Вроде похож. Что-то вроде не он. Твоё, ой, кроет, кроет, кроет огнём. Он ещё жив? Больше нет. Как давно я в шутаны не играл, а? Какой же классный шутан. Можно выше сложность поставить, в принципе. Мне кажется, здесь был какой-то тяжёлый штурмовик. Если я ничего не путаю. Где он ты был? Тяжёлый штурмовик, ты уже сюда, что ли, зашёл? Где он? Полезнь-то поднимается. А, нет, это не он. Я прицелился и прицельно его убил, но я буду вставать на месте. Потому что встанешь на месте, и тебе кердык. Сменим оружие. А что, два стало? Ох ты, твою, сука. Парень, это ты зря сюда пришёл. Лучше на открытой местности не стоять. У меня идеи, ребят. Видите, сработало. А у меня тоже лазер-гиверность, я тоже так умею. После такого надо отдохнуть. Да ладно, чувак, отдыхать некогда. Только из камеры вышел, сидел там неделю. Отдых, блин, ему нужно. Отдыхать в гробу мы будем. А сейчас надо работать. Так, зажмись, чтобы снять. Я, наверное, пулемёт возьму. Я пулемёт как-то ближе. Восемьство. Или это лазер? Это тоже лазерка. Это тоже лазерка. Как я понимаю, нам сюда. А интересно, пасхалки тут есть? Вот мне хочется это узнать. Я, кстати, очень хочу до сих пор попробовать собрать все игрушки для Макса Хасса. Я этого так и не сделал. Потому что выходит много новинок. Это такой, да. Дерьмо. Как можно упустить безмозглого футболиста? Это человек клумится над всем рейхом. Я хочу, чтобы стрелок Джо был здесь и в наручниках. Живо! Да я не могу. Кстати, я с этой пухой не могу дорогу себе пробить. Ладно. Знаете, футболисты, у них же плечи мощные. Они просто долбят жестко. Ну, вообще, у меня тоже, знаете, плечи мощные. Если я плечом кого-то долбану, то все. Как стена отлетит. Так, ладно. Выкидываем пулемет. А у тебя этот пулемет в руки. Постой. Лазер ГВР. Лазер Веркрафт. Сука. Бич. Вот так. Хорошо. Ребят, какой у вас любимый жанр игр? У меня, ну, я не знаю. У меня нет любимого жанра. Неужели и мне это грозило? Да, чувак. Я бы лежал на столе и ждал, пока меня перекроят в какого-нибудь монстра. Я вот не знаю, что они с тем чуваком делали. С чужого из него, что ли, пытались слепить? Ой, твою. Вот из-за этого я не люблю эти тяжелые пулеметы. Они слишком тяжелые. Кукла. Постой, я его убил, врезавшись. То есть, так можно? Ладно, буду знать. Я думал, что можно только оглушить. Ладно, если противников вдвое, то только одного можно убить. Даже если они вплоть в друг друга находятся. А, кстати, гранаты будут? Кстати, тоже есть полноценная прокачка. Практически как убласкивается. Даже не практически абсолютно идентичная. Но Bethesda молодцы. Причем, эта DLC, она, походу, вышла на всех консолях и ПК одновременно в одно и то же время. И был мировой релиз. Это вообще классно, что Bethesda делает. Вообще молодцы. Bethesda вообще классные ребята. Пусть они и не выпускают следующий The Elder Scrolls, но и на том спасибо. Вообще, еще очень обидно, что от Bethesda так и не сделали официальный русский перевод для The Elder Scrolls Online. Такая классная игра. Я в нее играл очень много. У меня видос на канале есть. Сейчас вот никак не получается в нее сыграть. Но сам все игра хорошая. И она заслуживает внимания. Карта. А что это за карта такая? Местности? А, местности. Да, хорошо. На этой карте бы отображались всякие ништяки, которые можно коллекционировать. Цены бы карти не было. А так, черт. Тут так понятно, куда идти. У кого вот возникают сложности в Вольфенштейне, как везде меточки стоят? Еще хотелось бы перепройти первый в Вольфенштейне, где нужно делать выбор. Ой-ой-ой. Эти скоростные засранства. Нужно делать выбор. Выживет Фергус или Вайд. Потому что я проходил, по-моему, только за Фергусом. И вообще, это самая интересная тема. Я и вот этот Вольфенштейн хочу так перепройти. Так, мне нравятся всякие эти темы, где, типа, что будет, если персонаж выживет? Или что будет, если выбрать это, а не это? Мне кажется, это вообще самое интересное, что в игрок сейчас есть. Потому что... Ведь остальной геймплей часто повторяется. Вот такие индивидуальные особенности игры, это самое интересное. Твою мать, я рискую. Ребята, о. Эту руку нельзя съесть, чтобы пополнить здоровье себе. Вот эту вот руку. Жалко, что нельзя. Ладно. Моя самая большая мечта сейчас, это начать высыпаться. Потому что каждый раз получается, что я работаю над видосами допоздна. И прихожу довольно поздно в спальню. И мы с Лизой потом просто сериал смотрим. Потому что, как бы, Лизя одинока, и я не могу просто лечь спать. Я должен писать сериал, и вот, и я ложусь дома. И досыпаю, ребята. Понимаете, все ради вас. Все ради вас, ради... Ради любимой женщины. Я стараюсь, я гроблю себя, я убиваю свое здоровье. Ай, ладно, все, не важно. Не хочу вас напрягать. Просто мне хотелось это рассказать. Я считаю, что... Люблю рассказывать все эти вещи. В манку стены. Что-нибудь полезное для Женечки будет? Полезное для Жени. Постой, а мы можем выбить эти вещи? Да. О, зря я в это ввязался. Зачем я за золотом полез? Вот я жадный. Вот я жадный кусок. Кусок Евгена. Здравствуйте. Ой-ой. Хоп. Кулачища. Вот, блин, ласкиваются бы такие кулачища. Пока все чи... Чи-чи-что? Там сидит твою сука. Зади, что ли, кто-то подкатил ко мне? А пройти... Черт, оно не откроется. Ладно. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Нет, не дрожь меня. Что, застрял, застрял. Неужели что-то для более дальних дистанций? Да, вот этот ПП мне прям подойдет. Подбираем кучу всяких нужностей. Это что? По-моему, это гранатомет. Че, взять нельзя ли? Это пистолет. Че, тебя разберет. Давайте посмотрим, что это за записка. Метция. Начиная с сегодняшнего дня вам запрещено сомневаться о успехе наших экспериментов. А кто-то сомневался. Вы должны добиваться результатов, а не оспаривать мои приказы. Все сомневающиеся разделят судьбы Гера Штрауса. А что же за судьба была? Это то, рука Гера Штрауса там лежала на операционном столе? Мы также доложили о том, что в нашем округе заканчивается субъект для экспериментов. Поэтому мы переключаемся на Чикаго и прилегающие территории. Не сомневайтесь в важности наших опытов. Мы несем огромную пользу Рейху. Для нашим стараниям Рейх распространит свою мощь на всей земле и среди звезд. Ну да, на Луне же и на Венере они расположили базу. Так что это не пустые слова. Выхода, похоже, не было. Или все-таки был. Белезные псины в ангаре подкинули мне безумненность. Оседлась одну из собачьих. Один, кстати, рядом находится. Где я же? Явно не здесь. Я, наверное, отойду, хорошо? О, так, отсюда не откроется. Откуда она откроется? Хорошо, я что-то другую пушку помочил. Ух ты, это не гранату сюда закинули? Так, а я открою проход. Красть панцерфунда. Ух ты, с нособакирами будем кататься. Твою мать, это кто там проход лишний открыл? Чёрт тебя за ногу, бласковит. Я знаю, что мы не забласковит сыграем. Спасибо, что вы напоминаете. Что-то пошло не так. Что-то идёт не так. Что-то идёт не так. Ой, чёрт, чёрт, пошёл. Лучей в рыло. Срава, рот. Я валю. Нет. Уйди. Демон. Больше движения. Чёрт, где этот панцерфунд? Это не вот тот кусок металла панцерфунд. Нет, это не панцерфунд. Чёрт тебя. Я думаю, если бы я сел на панцерфунда. Нужно спать, чтобы нормально читать слова. Было бы всё намного лучше. Мать, откуда? Твою мать. Ребят, ребят, валите. Господа, вы можете, пожалуйста, пойти нахуй? Чёрт, мне пизда. Саш, мне пизда. Это панцерфунд. Той! Я решил унести вот этот панцерфунд. Вов-вов, сука. Нацистов охватил страх. Они отрезали город от мира и пытались остановить прорыв дамбра. Прорыв дамбра, чей прорыв? Потому что я прорываю себе, не пытается, оставить. Так, нужно гасить всех, не бежать вперёд, потому что собаку тоже могут раздолбать. Она, конечно, сильная. У неё здоровье 700 в данный момент. Примерно. Чуть меньше. Но, чё, панцерфунд тоже может умереть. Если по ней палить. Чёрт, помните, это локация, Ляд? По-моему, это та самая локация, где Бласкет сходил. Ну, или, по крайней мере, очередь, панцерфунд. Чёрт, и кто? Кто? Откуда? Чёрт, а много, зря пока вперёд. А можно по переулочке пройти? Нет, переулочек загорожен. Идёт специально, чтобы всякие джо-стрелки тут не ходили. Чё его стрелком называют? Он же больше джо-таран или джо-бык. Я бы его какому-то назвал. Джо-быкующий бычар. Джо-быковое сопротивление. Джо, нормально, не жарко? Приготовиться к чему? Вок, здравствуйте. Чем быстрее я вас убью, сэр, тем лучше для меня. Джо, к лапой нельзя вмазать. А мы не можем шлем... А, постучи, мне можно убирать, а наращивать здоровье. А можно я с этой твари поды... О, можно! Можно убирать бронь. Класс. Знакомое рыло, правда ли, не правда ли? И мы его миллион раз подзербанили. И оно, блин, всё воскресает и воскресает. Не удивлюсь, если к следующему Вольфенштейну это рыло снова будет жить. Хотя я уж не знаю, о чём дальше делать Вольфенштейн. Вроде как, ну, то без и Гитлера побеждать. Мне кажется, было бы прикольно сделать следующий Вольфенштейн про Гитлера. В том плане, чтобы его убивать будем. Ну, как в прошлый раз, когда мы... До Венери немножко дали его по щам ногой. Возьми, это... Это... Это собачка не даёт покоя. Отправив нацистское чудище на них самих, я ощутил торжество справедливости. И мне начала нравиться эта псина. Я даже подумал, не завести ли такое. Но потом представил, как она плюётся огнём в соседей. И решил, что нам лучше достаться. Можно хоть секунду покоя. Грешным душам. Твою мать, там собака идёт. Давайте уйдём отсюда скорее. Я, наверное, возьму штурм ГВР. Покушаю немножко. Чёрт. Меня напрягает, как здоровье так мало. Я просто чувствую некий дискомфорт. Спасибо за то, что сообщили о громких звуках в квартире над вами. Я думаю, там ебутся. Её снимает местная театральная группа, которая готовит важный спектакль для оберкоменданта. Слешу запрещу, что я лично обратился к гостям и предупредил их о необходимости съедить уровень шума. В связи с этим вам нет необходимости обращаться в полицию. У нас и без этого хватает проблем. Повторюсь, не обращайтесь в полицию. Ваши жалобы уже приняты меры. Хорошо, спасибо. Спасибо. А как кидать гранату? О, кажется, я понял. Просто я немножко подзабыл управление, только оно у меня настроено было. Всё-таки месяц не играл, чуваки. Можно забыть. О, парень, это ты зря на меня за лупу натянул. Это ты зря сделал. Я почти нашёл повстанцев. Безопасную гавань, чтобы перевести дух. Ну, это повстанцы, что ли? По-моему, это просто столы какие-то. Чёрт тебя за ногу. Твою мать, да чё гранату-то не туда полетела? Я хотел эту хлопушечку туда, к немцам. Твою мать, и у меня их нет. Что ты будешь делать? Отлично. После того, как игра дважды вылетела, когда я пытался её загрузить вновь, я снова в игре, наконец-то, слава богу, игра делает несколько автосохранений. Я загрузил предыдущее автосохранение, и всё заработало. Я думаю, вы все слышали про то, что Вольфенштейн работает... Ну, не очень хорошо. То есть, игра как бы хорошая, она технически... Ну, у неё есть трудности. Меня про неё, кстати, даже многие из моих зрителей писали, говорили, что у них игра чуть ли не запускается. Я вообще спрашиваю, как я игру запустил. А другая спортивного путеводителя. На самом деле, я не знаю, может, на PS4 она лучше работает? Ну, мне дали ключ на ПК. Главной и ожиданностью сезона стал, несомненно, полузащитник футбольного клуба Пиори, Джо Сталин. Его на порцию для устремленности лидерские способности принесли Пиори первую победу на чемпионате УПФЛА. Как многие другие физически недоразвитые американцы, это спортсмен второго поколения, потратил много лет, привыкая к высшему футболу. Но теперь стрелок, похоже, наконец-то вошёл в ритм. Обратите внимание на этого сильного игрока в мартовском Убер-кубке, где чемпионы мира из РБ Берлин раздавят команду Унтерменшей. Сами Унтерменши засранцы. Я понимаю, что он чёрный, но не значит, что его надо так угнетать. Он не заслужил этого. Я думаю, даже американцы так чёрных угнетали, как эти засранцы. Никто не хочет в городах не послушаться. Смотри, а то, что так у меня, а то, что толкаться у меня. А? Я, кстати, думал, что эти парни совсем роботы, а оказывается, внутри живой человек. И у этого парня, по-моему, два дробовика было. Так, кушанье. Чёрт, там были какие-то стейки куриные. Я вообще сейчас тоже хотел куриную отбивную или типа того. Запрещённые виды спорта и досуга. Бейсбол, американский футбол, лакросс, хоккей, шайб и теннис. Чёрт возьми. Почему все эти виды спорта нельзя делать? Теннис-то чем провинился? Хоть гольф не... Гольф почему, кстати, не запретили? Вот в чём вопрос. Там же клюшками можно драться. Так, окей, мы взяли золото. Вы спросили, а в чём смысл собирать золото, Евген? Посмотрите, какая вкусная еда. Я себе такую готовлю. Вот это просто мой обед. Я возьму и съем его. Я бы в реале такой хотел, но сегодня на обед буду просто хачапури. Просто ходил вот на фильм на Звёздные войны и по дороге выпечку купил. А всегда, если хожу куда, постараюсь купить себе выпечку или ещё что-нибудь такое вкусненькое. Для Женечки. А когда не хожу, я достаю из морозилки и, собственно, готовлю. Я люблю готовить, ребята. Просто мне не нравится готовить что-то долгое, по многу часов, потому что ты испытываешь разочарование. Ты много часов потратил на блюдо, съел его за 10 минут и всё. Это как бы это разочаровывает. Ну, меня, по крайней мере. Игра, пожалуйста, не вылезти. Вот сейчас я умоляю тебя. Я умоляю. Иисус, сделай так, чтобы игра работала. Я сейчас абсолютно серьёзно. А может вылети в любой момент. Ну, такая сюжетка проходила. Вылетов было 3-4, но... Более-менее терпимо. Более-менее терпимо. Пока гейминг, ребята. Джо, ты чуть не пропустил приём. Доктор сейчас тебя примет. Родерек Мэтце. Ну ты и сука. Ты убиваешь американцев, своих земляков. Где твоя совесть? Я скажу, где. Моих предков унижали во время войны за независимость. Я итог тех унижений. Когда пришли немцы, я понял, что они вернут белым людям закон и порядок. Поэтому ты здесь. Раб Рейха. Порядок восстановлен, как и репутация моей семьи. Тебе есть что сказать перед тем, как я тебя прикончу, раб? Соседа. Где я раньше видел твою гадкую нацистскую рожу? Нет. Знаешь что? Я не хочу марать свои руки об этого нелюде. Я даже не хочу давать ему шанс подумать. Лучше ты убей его. Тут-то я его и вспомнил. Эти ледяные глаза, кривая ухмылка. Мэтце, тот самый нацист, который забрал моего отца. Вот оно что! Ай-яй-яй-яй. Первый шаг. Открытое достижение. Первый шаг. Игра, не вылетай! Ух, повезло. Мне интересно, а что это здесь? Совершить побег с научной базы Омега. Ближайшая сыграет Вольферштайн 3D. Хорошо, аппараты 100. Давайте посмотрим. А можно дальше играть? Или это прикол такой? Доступно. Стрелок Джо, выпуск второй. То есть, это три выпуска, посвященных Джо. Это как комиксы. То есть, каждый комикс идет примерно 20 минут. То есть, я сейчас играл примерно 25. 25. Смотря как играть. Я думаю, на высокой сложности может 40. Ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. Второй выпуск будет не за горами. Он скоро выйдет. С вами был Евген. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь. Вольферштайн, черт. Офигеннейшая игра. Просто охонь. Увидимся. Игра. Фокус. Фокус. Будь четче. Всем спасибо еще раз. И пока. С вами был Евген. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok